Вегетарианство Вегетарианство Начинающие вегетарианцы зачастую достаточно агрессивно относятся к мясоедам. В основном это бывает на начальной стадии отказа от животной пищи. Так же и у Кристины. Она не понимала, почему друзья продолжают есть мясо. Я пыталась им доказать, что нельзя кушать мясо. Но потом я поняла, что человек к этому сам должен прийти. Агрессии это дело никак не решится. Это нужно разговаривать, это нужно показывать на своем личном примере, угощать их вкусняшками, например. Если честно, это очень большой миф, что все незаменимые, те же самые аминокислоты, белки содержатся в мясе. Просто мы привыкли к этому. Нас этому учат в детстве. Поэтому мы не можем понять, что мы это можем получить не только из мяса. Я питаюсь злаками, то же самое каши, овощи, фрукты. Фрукты я ем каждый день. Это независимо от зима, весна, осень. Стараюсь кушать каждый день. Ореки. Очень люблю всякие коктейли делать зеленые. Стараюсь с той же самой зеленью. Потом я питаюсь... Ну, если измолоченный, то творогом. Процесс отказа от мяса проходит безболезненно. Часто бывает, по примеру, друга-вегетарианца. Головных болей или чего-то критичного не происходит. Родители сейчас уже с таким образом жизни Кристины смирились. Считают ее увлечение вегетарианством временным. Родители сначала были очень против, категорически против, осуждали. На каждой встрече с родственниками это была самая главная тема для обсуждений. Сейчас уже они понимают меня. Но они все равно думают, что это у меня не навсегда. Потому что это какой-то момент в жизни, когда я захотела отказаться от мяса. Люди с различными взглядами на мясоедение тоже могут ужиться. Как правило, вегетарианец, готовя что-то вкусное и необычное, привлекает человека-мясоеда к переходу на фруктово-овощную пищу. Давай я буду тебе готовить не просто там салатики, а именно что-то похожее на мясо. Например, есть очень много котлет из бобов, сои, из чечевицы. Есть много супов. Также есть вегетарианские борщи. Акшая Васти проживает в Индии, в Бангалоре, являющемся административным центром штата Карнатака. Мясную пищу в их семье есть не принято с самого начала. Принадлежит он к касте брахманов, посланников богов. Привет, это Акшая Васти. Я из Индии. И я вегетарианец с рождения. В моей семье не принято есть мясо. Мы принадлежим к касте брахманов. Мы известны еще как священники богов в Индии. Мы пьем молоко для витаминов и кальция. Употребляем зеленые овощи для витаминов, а чечевицу для белков. Мы не едим мясо и все, что содержит в себе кровь. При этом я чувствую себя превосходно. А сейчас я хочу вам приготовить блюдо вегетарианской кухни, поэтому пройдемте на кухню. Я вам покажу, как нужно будет приготовить овощной салат с обжаренным тофу. Вот для этого мне требуется тофу. Это соевый продукт, это как соевый творог. Это адыгейский сыр, наши любимые огурцы и помидоры и зелень. Также вегетарианцы очень любят всякие масла. Это оливковое, льняное, горчичное, кукурузное. Нарезаем тофу кубиками. Адыгейский сыр можно также нарезать кубиками и обжарить вместе с тофу. Он придаст более такой нежный и сливочный вкус. Пока разогревается сковорода, мы режем овощи, как в обычный овощной салат. Теперь мы заправляем наш салат оливковым маслом. Чем больше масла, тем лучше. Также можно добавить масло в наш тофу. Теперь мы накладываем наш салат в тофу. А еще бывает так, если я с тем не буду в кафе, то у меня спрашивают разрешение, можно ли им поесть мясо. Конечно же, я отвечаю, что можно, потому что это выбор каждого. Я не могу запрещать людям делать то, что они хотят. Вот наше блюдо готово. Вегетарианская кухня очень разнообразна. Это один из примеров блюда на каждый день. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!